Ну что ж, всем здравствуйте, начинаем рабочую неделю с интересных новостей, других у нас не бывает, и сегодня ваши три в квадрате, это Максим Жиравин, Дмитрий Рябов, Доброго вечерочка, меня зовут Александра Козлова и за режиссерским пультом у нас Алексей Марьин, вас приглашаем присоединяться, добро пожаловать в эфир по телефону 450945, если вы хотите нам что-нибудь написать, если у вас есть какие-то свои интересные новости, поздравления, заявления, почему бы, кстати, и нет, то вы можете все это нам прислать по номеру 8 921 045 1045. И сегодня мы начинаем с международных новостей, которые напрямую касаются Мурманской области, я думаю, что со вчерашнего дня очень многие буквально в режиме онлайн следили за тем, как закрывались пограничные пункты на границе между Финляндией и Россией. На данный момент закрыты 4 КПП, что, как заявляет МИД Финляндии, частично принесло результаты, но готовятся и другие меры по повышению безопасности, об этом заявила глава Финляндии. По ее словам, было замечено, что активность сместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Я вообще ничего не понял в ее заявлении, в том смысле, что какие результаты они могли увидеть, то есть если результатом считать то, что люди перестали ездить через закрытые КПП, А поехали через открытые. То, наверное, да, но очевидно же, что это не просто так делается, какие-то, ну хоть какие-то результаты, то есть озвучила бы, что у них безопаснее стало вдруг за два дня, или какая-то там мистическая угроза от соседа исчезла и растворилась, я не знаю, вот тут непонятно. Видишь, они же поофициально-то, да, как говорится, информации закрывают КПП из-за притока мигрантов, там, да, из-за Ирана, из-за Афганистана, из-за Сирии, из-за других стран, и якобы, значит, Россия никак не препятствует этому потоку мигрантов, поэтому они были вынуждены закрывать контрольно-пропускные пункты у себя. Ну, госпожа Мэри Рантанин заявила о том, что они готовят новые меры, я пока не раскрываю на данном этапе, об этом будет объявлено после рассмотрения, мы быстро продвинемся вперед, заявила министр. Куда вперед, что же? Финляндия до этого уже быстро закрыла несколько КПП, это Иматра, Ниралия, Нуяма и Валема. С российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты, это Наш, Торфяновка, Брусничная, Светлогорск и Мертисиля. Это Ленинградская область и Карелия, и ранее финские власти уже заявили, что из-за количества людей, которые прибывают, запрашивают убежище, они вынуждены прибегнуть к каким-то серьезным мерам. Я сразу вспомнила историю, когда у нас были велосипедисты, да, вот эти, это какой год, велосипедное нашествие на наши пограничные пункты? Велосипедное нашествие, 19-й, 20-й, 20-й был получается, когда у нас ковидные дела, 20-й год. До 20-го года. До 20-го нет, это 100% до 20-го. Вспомни, когда, что это было, тоже это был Ирак, по-моему, да? Сирия. Сирия, то есть вот это, когда у нас велосипедные горки-то были, да? Но тогда они все шли через Норвегию, и все пытались потому что попасть в Норвегию. Откомментировал ситуацию Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений. Но и жители финской лаперанты вышли 19 ноября, то есть накануне, на митинг за открытие ближайшей границы с Россией хотя бы одного пункта. Они хотят попасть к врачам и родным. Участник акции на условиях анонимности рассказал здание Фонтанка о впечатлениях от митинга. Митинг проложался час 45 минут, люди приходили и уходили. Но я лично встал на скамеечку и пересчитал людей, их было порядка 300. Для лаперанты, где проживает всего 72 тысячи человек, это очень заметное явление, рассказал он. Участвовали коренные жители, люди из двуязычных семей. По его словам, одна из участников акции принесла схему границы с маршрутом до ее дома в России. Если раньше путь до Петербурга для многих жителей населенного пункта составлял 200 километров от дома до дома, то теперь это будет полторы тысячи километров. Ну, очевидно, что от таких мер страдают особенно те, кто живут у границ. Мы, знаете, частенько говорим, что природа границ не знает, и птичкам там никто не мешает. Мигрировать и так далее. Но и люди, когда они живут рядом, даже пусть и на территориях разных государств, и подчиняются разным правительствам, исполняют разные законы, они, хочешь не хочешь, как-то смешиваются. Вот этот процесс происходит. И долго, годами вот что-то такое формировалось. Вот это приграничное сотрудничество, какая-то дружба, какие-то связи, какие-то экономические дела. Да, ну и сейчас просто одним решением, не совсем непонятным с точки зрения все-таки реальных причин, они все это разрывают. И даже, ну, условно, если через год решат открыть, то все это восстанавливаться будет очень-очень долго, мне кажется. Ну, у людей с годами, да, сформировалась какая-то и социальная, и экономическая привычка, причем по обе стороны от границы, ездить в соседнее государство, решать там какие-то свои задачи и проблемы. И сейчас это все отрубают, и получится как с закрытыми границами во время ковида, когда вроде бы открыли, но восстановиться до пандемийного уровня, да, не получалось. Так и сейчас, я думаю, такая же ситуация сложится. Ну, и более того, раньше ведь еще вот это вот сотрудничество и интеграция, она достаточно хорошо стимулировалась правительствами сразу всех, да, вот этих северных стран. И Финляндия, и Норвегия, и Россия всегда подчеркивали, проводя какие-то фестивали культурные или какие-то мероприятия, всегда подчеркивалась история, что мы вот все тут на севере проживаем, что мы так круто понимаем друг друга, у нас есть общий народ, да, как бы сами, который связывает эти страны, и там плюс еще Швеция, у нас есть какие-то общекультурные традиции. Ну, и ментально близко люди. Все-таки, мне кажется, условный мурманчанин и житель какого-нибудь Тромся в Норвегии, они ментально ближе и по темпераменту, и по всему, чем, например, тот же мурманчанин и житель Сочи, к примеру. Ну, а теперь получается, что какой-то вот такой обратный процесс, причем достаточно резкий. Понятно, что простые люди, которые привыкли к тому, как было, у которых действительно много друзей, очень много семей. У нас не зря же, да, Киркенес очень часто называют там городом русских жен, да, называли. Киркенесовка. Да, деревня Киркенесовка. То есть, действительно, очень какая-то такая хорошая была история. Ну, а теперь мы смотрим на то, как она... Слушайте, а вот поясните мне, человеку, не сильно сведущему в дипломатии, мигранты — это действительно проблема, и это действительно настоящая причина. Но почему тогда мы не видим каких-то вопиющих сюжетов из Финляндии, или серьезных цифр статистики, или все-таки реальная причина — это санкции, и вот ситуация с СВО, с реакцией Европы на это, ну, и просто мигрантами, ну, проблемы иммигрантов прикрываются. Я не совсем понял. Там все-таки речь, наверное, не про мигрантов идет, да, а про беженцев. То есть, это люди, которые приезжают ни с чем, и их нужно как-то встраивать в свою экономику, то есть, платить им тогда пособие, предоставить им какое-то жилье. И вот в тех масштабах, когда это была история сирийская, да, и сюда прям валили они, ну, наверное, это была действительно проблема. Мы, по-моему, даже как-то в один из эфиров в рамках нашей программы обсуждали, что там по всей Европе есть определенные квоты, по которым распределяют беженцев по странам Европы. Здесь же сейчас, ну, честно говоря, если бы это была проблема такого прям масштаба серьезного, то, наверное, об этом говорили, ну, несколько раньше. Кстати, 2015-2016 год у нас было нашествие велосипедных беженцев. У нас есть звонок? Нет, нет. Я так понимаю, что вот 2015-2016 год была вот эта первая волна, и тогда же, да, говорилось о том, что... А теперь есть звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья мои. Ага. Значит, вот эта проблема перекрытия границ, она косвенно и меня коснулась. На второй день после того, как они закрыли, я в обязательном порядке позвонил в Великий Новгород, где живет семья старшего брата, моей супруги. Его дочь, моя любимая племянница, живет, работает и рожает в Великий Новгород. А матушка ее в этом году с таким трудом на длительный срок сделала визу. И вот я позвонил ей и говорю, как? А она, ну просто, понимаете, вот в истерике. Почти в истерике. Потому что, ну вот, я-то думал сначала, когда заговорили про мигрантов этих из третьих стран, что они прут, типа того, что из России. Ну вот вы упомянули 15-16 год. Я на авторынок возил вот этих вот руссконеговорящих вообще мигрантов. Они покупали там такой хлам, лишь бы заехать до границы. На велосипедах ездили. А теперь, вот вы посмотрите, они говорят, что вот мигранты приезжают с документами, которые, ну в какие ворота не лезут. То есть их нельзя пускать. Так не пускайте. Причем здесь Россия, вот для меня этот момент не понятен. Вернее, он понятен. Вот предыдущий оратор спрашивал, причина ли в мигрантах. Да не в мигрантах причина. Они вступили в НАТО и дал приказ ему на запад, а ей в другую сторону. Вот они в другую сторону и перекрывают, идиоты. Они нахлебаются еще. Роман, да, эмоции понятны. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Ну вот вам и пример, да, когда простая подпись на бумажке, а за ней на самом деле человеческие судьбы. И у людей, я подозреваю, что племянница Романа не единственная, у которых вот прям, ну, очевидно, рушится уклад жизни, судьбы рушатся. И теперь, ну, сильно сложнее будет. Сильно много проблем создали. Я вот тут, пока Роман рассказывал историю и делился конкретным примером, я вот вспомнила, посмотрела, как в СМИ описывался 16-й год, 15-16-й, когда у нас в Кандалакше на юге Мурманской области постоянно осели на тот момент больше двух сотен мигрантов. И как описывает наш радиослушатель Роман, они не говорящие по-русски, местами слабо говорящие по-английски. Причем они покупали, скупали тогда на авторынке хлам, да, то есть это маленькие какие-то Дэу, это Жигули, это какие-то кубики. Да, ну, все, на чем можно проехать 300 километров до границы. И все это очень часто бросалось вместе с велосипедами. Прям тут же у КПП. Прям тут же. И очень долго потом наши соседи боролись с историей, куда вывозить этот автохлам и что с ним делать. Я причем помню, что, по-моему, Финляндия, если не ошибаюсь, то есть даже проводили что-то вроде ярмарок аукционов, в серии заберите, купите, просто за любые деньги лишь бы забрали. Да. И, а что касается вопроса, Дим, твоего, то помимо вот этих человеческих историй, которые, безусловно, есть, наверное, у каждого нашего знакомого, вот если покопаться, есть какие-то связи, корни, родственники. Да, особенно с 2014 года, а потом из 2022 года, я думаю, с этим наши сограждане периодически сталкиваются. Да, но что касается мигрантов, прибывающих вот особенно из настолько южных стран, да, с востока, они очень трудно ассимилируются. Это очень хорошо видно на примере Франции, например, да, которая в свое время была очень открыта и очень вела такую дружественную политику по отношению к беженцам, приехавшим. Они, это очень другая религия, это очень другая культура. Учить язык и как бы проникаться традициями, как-то ассимилироваться, интегрироваться, они зачастую не хотят. Спору нет, что в миграционных и внешних политиках многих европейских стран, очевидно, были проколы, просчеты, и сейчас они это разгребают. Но я имею в виду вот конкретно данный случай, закрытие КПП. Причины и повод имеешь в виду, причины и повод. Да, то есть, ну и никто не озвучил. Странно, что с нашей стороны, где все любители покричать у нас в всяких таких агрессивно настроенных каналах и прочим? Или мы еще услышим это? Я думаю, мы еще услышим, но на митинге, который прошел в Лаперанте, который мы обсудили, все присутствующие высказали надежду, что Финляндия их услышит. В ответ Финляндия выступила с заявлением, что не исключает закрытие КПП на границе с Мурманской области. Ну, то есть, всех оставшихся, по сути, которые у них сейчас еще работают. Ну, потому что было бы странно, да, те же жители Лаперанта говорят, вот там-то можно, а нам нельзя, что за дела? Местные СМИ сообщили о том, что правительство может принять решение о закрытии пограничных переходов оставшихся. Это САЛА наша, это Лапландия, буквально вот в ночь на вторник. Наши коллеги из Комсомольской правды поинтересовались в Мурманской таможне, им сообщили, что на данный момент САЛА и ЛОТА продолжают работу в штатном режиме. Наши пограничники и таможенники следят за официальными заявлениями со стороны Финляндии. Пока вот эти два пункта работают в штатном режиме, но я вот думаю, что ненадолго. Да и на выходных, на самом деле, уже и Норвегия заявляла, в общем-то, публично, что они тоже задумываются о том, чтобы ограничить или полностью закрыть работу пропускного пункта. А у нас это такая единственная точка пересечения границы находится в Мурманской области из России в Норвегию. Вот можно как угодно воспринимать историю с скепсисом, да, как раньше говорили, что вот там подгузники и кофе сметали русские в магазинах, да, когда у нас скакали цены. Можно бесконечно вспоминать пьяные туры норвежцев и финнов в Мурманск, да, когда они действительно приезжали только за тем, чтобы провести выходные, как следует расслабившись, потому что у них, соответственно, стоимость алкоголя запредельная. Сигареты, топливо. Да, или топливо, заправка в районе Заполярного. Да, но это действительно было время, когда ты просто-запросто мог вечером в пятницу или днем в субботу подумать, а куда бы мне съездить, в Финляндию или в Норвегию по наличию визы, да, или там они думали, а не съездить ли действительно в Россию в выходные. И это было круто, и очень жаль, что мы наблюдаем как раз обратный процесс, что все это заканчивается. Настраивать все это обратно будет гораздо сложнее. Очень много процессов мы наблюдаем сейчас, когда я могу также сказать, что очень жаль, как было круто, и, наверное, на мой век больше такого не будет. И тут, ты знаешь, китайское проклятие, не дай вам бог жить в эпоху перемен, оно как нельзя больше иллюстрирует время, в котором мы живем. Ну и вот наш вывод подтверждает еще наш слушатель Олег, который написал в WhatsApp, тоже пишет, что добрый вечер, мигранты — это надуманная причина. Напомню, номер для ваших сообщений — 8921-045-1045, Viber, WhatsApp, Telegram, SMS, пишите, что вы думаете по этому поводу, да и по всем остальным. Олегу мы тоже желаем доброго вечера, всегда рады пообщаться с ним в нашем эфире. Ну а теперь перейдем к нашим новостям, к российским уже конкретно, а не к международным, и причем к политическим из самого что ни на есть верха. Сообщается, что Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию 2024 года. Понеслась. Да, было проведено прям целое обучение для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов об ориентирах для президентских выборов 2024 года. Их учили, кого выбирать, а как выбирать? В прямом смысле слова — да. Источники РБК сообщают, что по обучающему модулю кампания должна пройти легитимно, массово и скромно. Как подчеркнули в издании «Коммерсант», ну то есть без цыган с медведями на избирательных участках. А пенечки останутся? По словам «голосование на пеньках» ты имеешь в виду во дворах? Вполне возможно, потому что президентская кампания... А это скромно. Пенек — это да, это без цыган. Куда уж скромнее это. Так вот, с 15 по 17 марта по данным РБК и «Коммерсанта» планируется трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации. Глава ЦИК Элла Панфилова подчеркнула, что уже заручилась поддержкой всех, кто уполномочен принимать решения. Ну и было упомянуто даже, что будут размещать два вида билбордов. На одном билборде будут сроки избирательной кампании голосования, на другой — кандидат номер один. То есть, несмотря на то, что президент Владимир Путин пока не заявил о том, что он будет участвовать в президентской кампании 2024 года, и, по-моему, на прошлой неделе СМИ активно сколыхнулись с тем, что он сказал, что подождите, не спешите, у нас вот есть установленные сроки с определением голосования и все прочего, подождем. Еще вот мне было интересно, потому что я зарылась в эту тему, говорят, что на вот этом вот обучающем модуле было принято решение об некой модернизации стратегии. Вы знаете, у нас же любят вот это «было-стало». Стратегии чего? Вот стратегии подачи позитивных изменений. То есть вот до этого мы наблюдали «было-стало». То есть очень часто пользуются этим приемом политики. Да, когда хотят продемонстрировать, как стало лучше жить в нашей стране. Было-стало, был разрушенный мост, стал восстановленный мост, была разрушенная амбулатория, стал, значит, хороший модульный ФАП. А на эту кампанию, значит, новая стратегия стала «будет». Подожди, я не совсем понимаю, это было обучение про то, как проводить выборы или про то, как выбирать какого-то конкретного кандидата? Нет, это было обучение про то, как проводить выборы, выбирая конкретного кандидата. Нет, ну все-таки. То есть это конкретно про конкретного кандидата речь шла. То есть у них будет такая стратегия агитации. Но мы же, у нас же демократия, кто-то еще выдвинется. Конечно. А почему тогда глава Центра избиркома, совершенно по идее человек, который должен быть над схваткой, настолько, извините, замазана с одним из кандидатов? Такие ты хорошие вопросы задаешь, Дим. Слушай, ну почему замазана? То есть она сказала, что вот есть общая концепция, чего в этом плохого? Что как бы логотип выборов, сначала всем расскажут, когда выборы, потом расскажут, за кого можно голосовать, мордочки кандидатов. А потом было-будет. А потом стало-будет, да. То есть как бы все в логике вещей. Да, слушай, ну в какой-то, вот именно, может быть, в какой-то конве, но логики тут я что-то с трудом не буду. Нет, логика в том, что до этого нам показывали о том, как было не очень хорошо и как стало хорошо, а теперь нам покажут светлое будущее. Ну, это у нас любители все почертить графики, порисовать и так далее. Мы на него посмотрим уже в марте следующего года, ну а информацию об объявлении президентских выборов, как также отмечается в СМИ, мы ждем где-то примерно в середине декабря. Слушайте, при том, что все известно, все понятно, все очевидно, но вот я, честно говоря, с таким, ну, уже смирением, но все-таки с содроганием жду этих трех месяцев. Ну, они же, эти выборы будут из каждого утюга, ну, отовсюду же, ну, прям невыносимо заполонят информационное пространство. Хочешь, мы сейчас пообещаем, что мы в трех квадрате не будем обсуждать? А мы будем, мы это журналисты, мы должны хоть как-то объективно, может быть, мы... Тебе не уходишь. Нет, ну, давайте мы договоримся, что мы будем без фанатизма, максимально здраво, взвешенно, с холодной головой. А главное, мы будем всех кандидатов. Если нам не заплатят. Как завещала Элла Памфилова, да, легитимно, массово и скромно. Вот. Вот, легитимно, массово и скромненько. А сейчас реклама на Большом Радио. Итак, президентская гонка у нас на старте, я бы даже сказала, на низко. Ждем, да, объявления. Ее мы обсудили. 45-09-45, телефон для ваших звонков. Напомню, 8-921-045-1045, телефон для ваших сообщений. Ну, и будет различное количество скромных, естественно, проведенных встреч кандидатов с избирателями. И будут, наверное, какие-то другие мероприятия. Но вот общественные слушания в Кировске, которые прошли с большим скандалом в маленьком городе. Видео, которое сегодня тиражируют в социальных сетях, на нем представитель партии «Справедливая Россия. Патриота за правду» Надежда Сняковская задала вопрос проектировщику по градостроительной норме. Слушания шли по проектировке аквапарка, да, по строительству аквапарка. Но тот не стал на него отвечать. Но в результате какой-то пикировки ситуация перегрелась, вышла из-под контроля. И депутат «Единой России», директор Хибинской гимназии Людмила Новикова стала, как видно в видеоролике, проявлять агрессию, негодование. Она попыталась выдернуть из рук у своей оппонентки телефон, и дальше барышни практически сошлись в рукопашную. Пришлось вмешиваться организаторам публичных слушаний, но после этого пострадавшая, как она сообщила, обратилась за медицинской помощью, подала заявление в полицию Кировска. Информация дошла до губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, причем дошла она в формате такой спам-рассылки, потому что у него в телеграм-канале, в официальном, под постом, было больше, мне кажется, 50 сообщений со ссылками на это видео. Ух ты. На один из пабликов, да. И прям это была правда спам-рассылка. Поэтому в ходе оперативного совещания он получил своему первому заместителю Оксане Демченко разобраться с произошедшим и предоставить информацию уже во вторник. С нетерпением ждем вторника. Ну а пока сотрудники администрации Кировска подали два заявления в полицию о неуважении к обществу и хулиганству в отношении участника общественных слушаний. Ой, ну это, слушайте, я как все-таки журналист отчасти с улыбкой окунулся в некое такое прошлое, как будто 20 лет назад, когда общественные слушания действительно были какими-то спорами, дискуссиями и тогда. И вот у меня ощущение, что тогда все-таки чиновники и организаторы слушаний были покрепче. По видео видно, что женщина, в общем-то, ничего и не сделала. Да, может быть, она там местная заноза в горле у них или где-то в других частях. Но наверняка она их там где-то подзуживает, троллит слегка. И, видимо, это ее не первое выступление. Но местные телеграм-каналы, собственно, и сообщают, что она, в общем-то, всегда так себя вызывающе ведет. Да, да, провокатор такой. Ну, елки-палки, вас же учат на всяких курсах общения там с избирателями, с людьми и так далее. Особенно вот этот директор школы, да, женщина? Гимназии. В гимназии. Ну, просто учинила какую-то истерику на ровном месте. Женщина задала вполне такой, ну, нейтральный вопрос. Подожди, понимаешь, мы не видели, что было до. То есть гуляет-то какой-то определенный кусочек. Мы не видели того, что предшествовало. Это увидели буквально небольшое количество людей, которые почему-то молчат об этом. Там вообще какие-то слушания-то, вот, по-моему, полтора человека, и вот это провокатор женщина. Хотя она, мне кажется, не провокатор. Ну, а барышня, кстати, как выяснилось... Все равно так срываться, истерить, ну, директор школы-то, елки-палки. К друг другу имеют претензии давно. В марте 2022 года на выборах они шли по одному, на довыборах, по одному избирательному участку. И, видимо, директор школы проиграла. Одна выиграла, а другая нет. Директор школы? Кто выиграл? Выиграла директор школы. Так а чего я тогда? Ну, тогда надо, наоборот, как бы высоко смотреть, она заводится на такие, казалось бы, элементарные провокации. Да, не вестись на провокации, это, на самом деле, очень хорошая история. Не только для любого политика, но и, в принципе, для... А меня вот в этой истории, собственно, радует один факт, вот ты уже упомянул, да, что там переближали 50, значит, комментариев в Телеграме, что каким это стало действенным инструментом достучаться до губернатора. Ты просто приходишь в целой армии, там, я уж не знаю, ботов или не ботов, но живых людей, спамишь максимально, бомбишь просто одним и тем же сообщением по одной и той же теме, вынуждая губернатора фактически как-то реагировать, давать поручения, ну, или хотя бы просто обращать внимание на ту или иную тему. Да, это, наверное, весь списочный состав партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Нет, ну, сколько было по океанариуму, да, писали, сегодня вот там по «Урагубе» еще были по закрытию выхода судов, то есть, ну, в общем-то, инструмент такой себе рабочий. А прикиньте, вот доведут и закроет губернатор комментарий, и все. Ой, я думаю, что так нельзя делать. Ну что ж, пока завтра, я думаю, что мы вернемся к истории с Кировском, расскажем вам, чем там все это успокоилось или, по крайней мере, продолжается, а сейчас мы вплотную подошли к музыкальной паузе, и сегодня она у нас посвящена интересному моменту. Журналисты сообщили о том, что песни группы Агата Кристи «Моряк и опиум для никого» попросили не исполнять на концертах в связи с пропагандой наркотиков. Об этом рассказал продюсер группы Антон Чернин, он сообщил, что ему написал маэстро Глеб Самойлов. Маэстро. Маэстро Глеб Самойлов. Почти 30 лет наградой искала героя «Моряк и опиум для никого» наконец-то признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров. Оказалось, что Вадиму Самойлову тоже две недели назад последовал звонок от полицейских, и Вадим Самойлов подошел креативно, он изменил часть текстов. И теперь «Вино и кишмиш, Стамбул и Париж» звучит в песне, на концертах, по крайней мере. На пудрив нос с дримандарином. На пудрив нос с дримандарином я выхожу на променад. Да, так звучит теперь креативная редакция. Песня «Опиум» была записана в 95-м году, «Моряк» в 97-м. Группа прекратила свое существование в 2010-м, и с тех пор братья Глеб и Вадим, как не братья, исполняют теперь песни поодиночке. Ну и теперь вот еще с корректировкой текстов. Мы же вас предупреждаем о том, что и Минздрав, и закон не приветствуют употребление запрещенных веществ. Фу-фу-фу, гадость. Но песня-то хорошая, поэтому, собственно, одну из них мы сегодня и послушаем. А все-таки очень разнообразная у нас сегодня подборка новостей от политики высокой с выборами президента до почти мордобоя в Кировске. И вот теперь мы переходим к православию. Ну, после песни про «Вино и гашиш» надо как-то оправдаться. Создана рабочая группа по строительству Кафедрального собора в Мурманске, и уже прошло первое установочное совещание. В Мурманской епархии сообщают, что в работе приняли участие епископ Нарфаминский Никандер, викарий святейшего патриарха Московского и Всероссийского, митрополит Мурманская Мончегорский Митрофан и архитектор Мурманской епархии Светлана Пианковская. Итогом совещания стало принятие решения о строительстве главного храма региона. Очередное. Мне казалось, уже пора. Я думал, когда увидел в заголовке что-то там про Кафедральный собор, я думал, уже построили. Нет, но одно дело, когда у тебя, так сказать, высшие православные чины, это все дело согласовали, другое дело, когда тебе нужно сесть за стол переговоров с администрацией, которая у тебя будет за землю отвечать, за какие-то такие вопросы организационные, и уже точно ударить по рукам, или может быть даже поставить какие-нибудь подписи и печати, и сказать, да, мы будем строить. Когда начнут, то уже. Его строительство сделает столицу Заполярья мощной духовной крепостью на важнейшем рубеже. Это особенно актуально, когда наши исторические, духовные, нравственные ценности, составляющие ДНК российского народа, находятся под постоянным давлением извне, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на этом совещании. Да, я вообще что-то преисполнился просто, можно сказать. Как построят, всем сразу станет легче. Так они говорят, когда, что, как. Я вот даже, мне интересно, у нас тут была серия публикации. То есть, по сути, встреча такая, пожали руки, окей, мы со стороны региона одобряем. Это знаешь, как вы говорите, строим, строим. Вот, все, понятно. Да, то есть, ну, про сроки пока не сказано. Даже забор еще на Бурково ставить не стали, не начали, да. Как только начнут, сразу станет понятно, что... Мне еще интересно, финансирование уже готово к... А мне интересно, были ли тут общественные слушания? И что на этот счет считает партия «Справедливая Россия»? Тут были представители крупного бизнеса. Я думаю, в целом это, наверное, несколько объясняет источники финансирования. Да, поэтому вопрос, и вряд ли это будет очень сильно прозрачно, что-то мне подсказывает. Да ну что вы, на всем воле божьей. Слушаний не было, но вот была серия публикации на Норд Ньюс, и даже было видео в проекте «Мост» с одним из представителей епархии, который сказал о том, что никто не против. Никто из кого? Никто вообще не против. Все за. Понятно. Мне вот интересно, особенно, наверное, за жителей улицы Бурково, потому что я каждый раз вот думаю про это, что настолько большой храм с колоколами. Вот как это будет красиво звучать по утрам. Ну, я, насколько помню, там дома, домов буквально единицы. Вот это место именно, где, если я правильно понимаю, это же где были аттракционы. Вот окна выходят же на эту площадку. Там вот здесь пару домов. Там библиотека там еще. Ну, да, ну что? Ну, строить уже будут, уже решили. Ну, поговорили про прославие, предлагаю ухнуться в бездну мракобесия. Магию в России хотят запретить, но Деда Мороза это не коснется. Такой милый заголовок опубликовала сегодня парламентская газета. Скажите, пожалуйста, был ли у вас эзотерический опыт? Что считать эзотерическим опытом? Ну, обращались ли вы за предсказанием, гаданием, считаете ли вы гороскопы по утрам? О, слушай, я же вспомнил. Есть ли у тебя натальная карта под подушкой? Я ходил... Одна? У меня карта города. Кристалл магический. Шарф. Шарф, который ты смотришь. Нет, я помню, мы на телевидении, когда работал, делали сюжет про этих жуликов. И я ходил на такую, условно, контрольную закупку со скрытой камерой. Но то ли он меня раскусил, но, в общем, у меня не получилось это снять, потому что то ли пиджак, то ли что у меня было с камерой. Нет, оно осталось в коридоре и никак было его не взять с собой, потому что это была странная однушка без ничего, посреди которой стояла табуретка и на столике аквариумы. То есть мне, ну, единственный способ, где оставить был этот пиджак, это вот в коридоре. Поэтому ничего не снял, но я с какой-то выдуманной легендой туда пришел, с каким-то запросом, который мне вообще не нужен был. Подожди, но ты работал на телеке, ты же лицом работал на телеке. Как из тебя шпион-то мог получиться? Конечно, он тебя увидел, подумал, это же Дим Корябов. Слушай, ну а что, Дим Корябов не может? Тайно. У него личный запрос, да. И в когнит, а? А я пришел с какой-то там душесчипательной историей серии. А любви? Девушка бросила, да, что-то такое. Вот. Какой-то дичи он мне нарассказывал. Ну, короче, я очень сильно посмеялся и даже не пожалел за отданную там какую-то тысячу рублей. Ну, что-то-то совпало в том, что он бросил? Да ничего-то не совпало. Ну, потому что изначально он не понял, что у меня, ну, как бы изначальные установки вообще не про меня были. То есть условия задачи были не про меня. А он уверенно рассказывал, что мне надо делать в этой ситуации. Хотя ситуации никакой и не было. Мы на Бипорте, конечно, контрольных закупок не проводим, вот, но периодически, как минимум раз в год перед праздниками обращаемся к нашему мурманскому известному астрологу, товарищу Сгазинскому. Иногда обращаемся к известной на большом радио Татьяне Урблевской, да, то есть, но понятное дело, что это больше развлечение, чем какая-то серьезная информация для наших читателей. Ну, это предновогодняя история, на которой всегда есть спрос. Как встречать Новый год, чего ждать от Нового года. Мы же все понимаем, что следующий год будет хуже, чем этот. Это уже как бы к гадалке не ходя, но так и будет. Но так хочется поверить вот в декабрь, в светлое будущее. Про себя могу рассказать, я в детстве, значит, в очень далеком детстве, не настолько интересном, был довольно-таки крикливым младенцем, и меня родители, так сказать, отчаявшись привести меня в чувство своими какими-то там родительскими методами, водили вот к заговорщице колдунье. Не сработало, я так понимаю. Чтобы она, значит, там, да, какой-то колдостон до мной совершила, чтобы прекратила орать. Теперь ты такой. Теперь я такой. Итак, давайте вернемся к мракобесию. Только на одном авито по запросу гадалка или сглаз можно найти сотни объявлений. Маги предлагают снять родовое проклятие или, наоборот, венец безврачия, воссоединить семьи, сотворить любовный приворот или отворот, провести ритуал на удачу в бизнесе, обучить гаданию. Ну, в общем, карты Таро, вот это вот все. Действительно, всего этого очень много. Причем, почему приводится в премьер Авито, непонятно. Ты в любую соцсеть зайти, запрещенная она или нет. Это просто такой ворох, сумасшедший. И вот в Госдуме начали работу над законопроектом, который призван защитить россиян от подпольных экстрасенсов, шаманов и колдунов. Их работа может оказаться под запретом. Такая необходимость возникла из-за того, что сейчас подобные лица вводят в заблуждение все больше и больше людей, рассказал в парламентской газете зампредседателя Госдумы по промышленности и торговли Александр Спиридонов. Мне нравится слово подпольный, а есть официальный. Я вот тоже за то, что их вывести из стене, пусть платят налоги, но обязательно, как на пачке сигарет. Знаешь, вот эти предупреждения также и здесь. Крупная табличка перед входом. Не является персональной, финансовой жизненной рекомендацией. Да вообще ничем не является, просто вы идете пообщаться с каким-то жуликом. Вот если такая надпись будет, и они согласны работать. Мак-жулик ты предлагаешь повесить. Потомственный мак-жулик. Да-да-да. Так вот, парламентарии сформулировали, под какую историю попадают эти годальщики и шаманщики, под мошенников, под категорию и под формулировку. Соответственно, прорабатывается вопрос о введении ограничений в части распространения информации, защиты населения, информационного пространства от негативного влияния, которые оказывают лица, декларирующие себя как маги, колдуны и так далее. Опять же, мы понимаем, что они говорят про официальных каких-то товарищей, которые работают через официальные СМИ. Которые проходили шоу, битвы экстрошенцев. Проходили шоу, либо у них есть диплом из Хогвартса, возможно, у кого-то, мне тоже кажется. Слушайте, ребята, вы вот называете, да? Подожди, Хогвартс нынче у нас это санкционочка, наверняка. Должен быть свой, из каких-то этих там, я даже не знаю, есть у нас какие-то мистические свои? Санкционские, да, в Хоге, там, я не знаю. Да, да, там, скапище Перуна. Да, только что спустился в скапище Перуна. Ну, возможно, но, в общем, к чему идет? Речь идет о том, что вот это все попадет под запрет, причем мне очень нравится, Дед Мороз-то сюда как затесался. Господин Спиридонов говорит, конечно, у нас есть волшебники-колдуны, например, тот же Дед Мороз. То есть раз, и Дед Мороз уже колдун. Но речь о запрете подобного культурного багажа не идет. Запрещать будут только тех, кто зарабатывает на этом. И, как вот формулируется в одном из других изданий, зарабатывает на этом, не давая гарантии. Вы их вот так вот называете жуликами и мошенниками, но мне кажется, это история из серии «Я обманываться бы рад». Безусловно. То есть не только обманывает, не только человек, который оказывает подобные услуги, но и сам себя обманывает человек, который за такими услугами обращается. Безусловно. С одной стороны, да, но видишь, они на этом и работают. Они, как вот те рыбаки, они подсекают в самый такой момент слабости. То есть когда человек уже отчаялся, ну, то есть есть какое-то неизлечимое заболевание. Ну, медицина, нормальная медицина научная говорит, что, ну, извините, уже вот ничего не можем мы сделать. Все исчерпано, никакие лекарства не помогут. И тут человек уже настолько надломлен, что он готов отдать любые деньги любому жулику за якобы какое-то лечение. То есть если это как просто какой-то сеанс из серии, девочки собрались, там, что-то поболтали, там, рассказали ей приворота-отворота ради бога. Но они же воздействуют на вот таких людей, которые психологически слабы, на пенсионеров. Когда человек бедный, то он охотнее на это ведется. Не образованные люди охотнее на это ведутся. Слушай, ну это как казино. Давайте, ну, казино тоже тогда надо запрещать. Ты также с последним грошом... Они у нас запрещены? Ну, иногда. Ну, иногда. В отдельных местах так можно. То же самое. Ты там с последним грошом в кармане идешь в казино в надежде выиграть миллион и, да, и прожить всю жизнь свою не печально. У нас есть сообщение от нашей радиослушательницы Дарьи, которая пишет, что ей подобным способом, как вот тебя, Макс, пытались заговорить, пытались вылечить пупочную грыжу с помощью какой-то бабки, которая ее заговаривала. Не помогло, легла под нож. А это же вот еще категория, когда младенцев тащат по вот этим всем бабкам, и они их там всячески... Нет, но это уже... И это погранично с народными верованиями. Я прошел через это. У меня была история, когда у моей подружки родился ребенок, к ней приехала свекровь из южной деревни, и ребенок плачет, и моя подруга думает, ну, может, там укропной водички. А свекровь поворачивается и говорит ей, нужно, чтобы мать облизала ему лоб. Вот такая же пауза. Зато бесплатно. Зато бесплатно. Что, говорит, мать облизала лоб, говорит, ребенок успокоится. Конечно. Это в недоумении. Никто вообще, да, прикинь такой. Вот это травма. А потом говорят, все травмы из детства, само собой. В общем, как будут обстоять дела в магических тусовках? В этих альтернативных реальностях? Да, мы увидим очень скоро, потому что, я думаю, что если у нас Госдума уже занялась этим вопросом, когда все проблемы решены и остались только маги, колдуны и шаманы. Слушайте, ну, опять же, мы же понимаем, что это не скоренить полностью, потому что те же депутаты, я уверен, среди них есть те, кто верят в это все и обращаются, и бизнес-элиты, я знаю, тоже захаживают. А, кстати, среди политиков очень многие подвержены к таким историям и поговаривают, что один из очень давних мэров города Мурманска, прям вот, ну, десятилетия назад, имел в своем кабинете хрустальный шар, с которым каким-то образом консультировался. Когда все уходили с работы. Может, ты путаешь, а там был бар-глобус, вот этот. Поговаривают, сама не видела, поэтому, как бы, говорить точно не могу. Ну, вот я к тому, что, ну, не искоренить это, люди действительно, тут вот с Максом можно согласиться, они сами рады обманываться, и всем хочется верить в какие-то чудеса, в какие-то... После того, как мы теперь узнали, что Макса в детстве заговаривала какая-то бабка, я бы постегла с ним соглашаться. Знаешь, мало ли, как это сказалось. С Максом, знаешь ли, тут это самое... Отдельная история. Нет, я имею в виду, что его-то не испортили, он сам кого хочет, там, лоп или как лизнет, человек просто анимеет на всю жизнь. Ну что ж, от новостей потусторонних перейдем к хорошим новостям. Так и это хорошее было. Зарплата мамы в Мурманской области вырастет до 20 тысяч рублей уже в следующем году. На данный момент зарплату мамы в регионе получают 4,5 тысячи россиянок, у которых недавно появились дети. Мер социальной поддержки составляет 17 тысяч рублей. В следующем году ее размер будет увеличен примерно до 20 с лишним тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на сегодняшней оперативке. Также для недавно родивших и беременных россиян северянок действует такая мера поддержки, как компенсация расходов на дорогу к медучреждению. Мера распространяется на все виды транспортных средств, включая такси и личный автомобиль, но размер компенсации составляет от 700 до 9 тысяч рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от заполярной столицы. А сколько мама зарплату это получает? Год после рождения ребенка? Я так понимаю, что пока в декрете. А, все время, что в декрете, да? Ну, вроде бы, да. Ну, неплохо, неплохо, почему нет? Вот, 3 тысячи сверху, как говорится, мелочи, а приятно. 3 тысячи к чему сверху? Ну, было 17, стало 20, да, да, да. 20, 100. Да, безусловно, нет, вообще история очень хорошая, и, естественно, такая мера поддержки, она совершенно точно не лишняя. Я думаю, что... Другое дело, что, как вот говорят, прожить на одну зарплату мамы очень тяжело. Но, как приятный бонус, действительно, он приятный. Да, ну и давайте перейдем к следующим новостям, обратно, так скажем, к федеральным, но не таким приятным. Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов. В ассортименте российских аптек сохраняется число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Это обнаружил РБК, изучая данные с онлайн-агрегаторов аптек, которые собирают на своих площадках более 10 тысяч точек по всей стране. Соответственно, по состоянию на вот эти дни препарат против эпилепсии Фризиум французской марки был доступен всего лишь в 56 аптеках на всю страну. Причем в Москве лишь в двух аптеках. Репарат, между тем, выписывается. Причем выписывается не только взрослым, но и детям. Соответственно, из данных приложения Честный знак примерно 150 аптек содержали аналог препарата, от Московского эндокринного завода. Сервис Мегаптека также показывал полное отсутствие этих препаратов в ряде регионов, включая Москву, где к агрегатору подключено почти 2500 торговых точек. О том, чем это вызвано, к чему это может привести, мы с вами обязательно поговорим после рекламы на Большом Радио. Итак, продолжим радовать вас разнообразием темы. И теперь о психотропных препаратах продолжим речь. Итак, в аптеках стали пропадать ряд лекарств, которые рецептурные содержат в себе наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Напомню, что такой список был утвержден Минздравом в 2014 году, после чего он неоднократно расширялся. И вот интереса ради, в нем содержится кокаин, который не зарегистрирован в российском госреестере лекарственных средств, морфин, кодеин, содержащийся в том числе в составе анальгетика Нурофен Плюс, который покупают, я думаю, что очень многие, и который доступен без рецепта. Для реализации таких средств аптекам, недостаточно имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, необходимо специальное разрешение, наоборот, наркотических средств, психотропных средств и прекурсоров. Получать такое разрешение нужно не на юрлицо, а на каждую точку продажи, что ожидаемо вызывает, простите, но очень хорошо подходит геморрой у тех, кто занимается аптечным бизнесом, Кроме того, наркотические лекарства подлежат предметно-количественному учету, должны храниться в отдельных помещениях, в специальных сейфах, соответствующих определенной устойчивости к взлому, а сигнализация должна предусматривать экстренный вызов Росгвардии. За нарушение правил оборота предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, ряд лекарств в списке России вообще не зарегистрированных, оборот в стране незаконен. И здесь примечательная история, которая случилась в 2019 году с упомянутым уже фризиумом. Там мама, да, по-моему, ввозила что-то? Да, там мать ребенка с эпилепсией, которой врачи назначили фризиум, но он был не задекларирован в нашей стране. Женщина заказала препарат в интернете, но при получении в одном из московских отделений Почты России ее задержали на несколько часов, допрашивали, потом возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ. История получила очень широкий резонанс, а дело было прекращено, а буквально через год фризиум был зарегистрирован в нашей стране, и она смогла его покупать легально. Теперь фризиум опять может исчезнуть из наших аптек, и, соответственно, все люди, которым назначается этот противосудорожный препарат, останутся без лекарства. Да, им доступен российский аналог, но мы понимаем, что дженерики и аналоги, они не всегда перекрывают те потребности, которые нужны, и не зря человеку выписывается изначально конкретный препарат. Ну и по бочке тоже не надо скидывать со счетов. Ну, тут кто-то может, значит, наехать, скажем так, на, собственно, аптечные сети, мол, вы социальные предприятия и занимаетесь, ну, лечением населения, берите на себя ответственность. Но, с другой стороны, я представил себя на месте владельца аптечного бизнеса, да нужны мне те наркотические препараты. Я буду вот какие-то обычные лекарства от простуды продавать, БАДы, витамины, ну и кучу всего, что продают аптеки, и даже связываться с этим не буду, если такие жесткие требования, такой контроль и прочее, и прочее. Ну, ни один здравый бизнесмен на себя такое бремя не повесит добровольно. Более того, это еще и постоянные проверки, и вот РБК попытался получить комментарии у крупных аптечных сетей, они практически все отказались, и только один из владельцев аптечного бизнеса прокомментировал эту историю, и он сказал, что его аптека, аптеки, сетка, отказалась от продажи таких препаратов еще три года назад. Он говорит, доходило до абсурда, проверяющие штрафовали за то, что фармацевт вовремя не сделал необходимую запись в специальный журнал, из-за того, что в аптеке в этот момент была большая очередь. А аптеке прилетал штраф. Ну вот пример, когда хорошая, казалось бы, инициатива. Понятно, что бывали случаи, и, наверное, до сих пор есть, когда нечистые на руку работники аптек там что-то приторговывали, подворовывали, выдавали без рецепта и так далее, и так далее. И как будто бы это небольшая, но лазейка наркотиков в оборот, наркотических веществ, да. Но мне кажется, то, чем это обернулось, намного серьезнее, страшнее и опаснее. И так и вообще органам, ну, негоже советовать органам, чем им заниматься, да, особенно тем, кто борется с оборотом наркотиков. Но в целом, мне кажется, что намного более болезненные точки, сферы есть, где наркотики производятся, вращаются и потребляются, нежели это какие-то вот аптечные сети, тем более настолько запуганные. Вообще это в целом укладывается сейчас в текущую тенденцию маркировать примерно все, да. Тут уже и бутылки, и одежду, и части еды у нас маркируются, поэтому совершенно... И игрушки детские. И игрушки, да, поэтому совершенно нет ничего удивительного, что ужесточается контроль в том числе в сфере оборота лекарственных препаратов. И здесь можно только посочувствовать владельцам аптечного бизнеса. И мне думается, что тенденция эта будет продолжаться, и все сложнее будет покупать эти препараты. Хорошо, но бахните вот какие-то QR-коды, может быть, не такие простые, как на бутылках с водой, какие-то сложно защищенные, с голограммами, еще чем-то, да, например. И все будет под учет, все будет вот количество там совпадать и прочее. А ведь это только часть, то есть это только часть всех проблем, которые имеют родственники или сами больные, которым выписываются вот эти препараты наркосодержащие. Потому что вот, я не знаю, знали вы или нет, я столкнулась с этой историей недавно. У знакомой умер отец, у которого была онкология, и последнее время он был на очень сильных обезболивающих, содержащих как раз морфий. И когда вот так вот уходит человек, да, и его близкие вынуждены подумать, в первую очередь, не о похоронах, не о прощании и не о том, как они будут гореть, они думают о том, как вернуть то, что не использовалось из лекарств, и как списать. Серьезно? Да. Более того, ты должен все это с перечнем отнести сначала в поликлинику, а потом отвезти в единственный пункт в Мурманске, где это принимают, сдать это обратно, потому что в противном случае ты влипаешь по полной на хранение наркотической среды. И незаконный оборот случай, если ты попытаешься кому-то передать. Ну да, а вот смотри с другой стороны, человек, вот у тебя родственник, мучается от адских болей и нет лекарства. Ты уже подумаешь, может быть, пойти во дворы и найти что-то обезболивающее и незаконное там, видя, как мучается твой родной человек. Тема очень сложная, очень тяжелая, и учитывая резко сократившееся в нашей стране количество государственных аптек, вот то, что сейчас происходит, оно может привести к очень трудным последствиям. Я надеюсь, что журналистам удастся привлечь внимание власти к этой истории, и она будет как-то вовремя купирована. Ну, как вариант, действительно, открыть вот специальные какие-то строгие аптеки с какими-то особенными там красными вывесками, я не знаю, да, вот, которая будет похожа на сейф, где будет вот этот перечень там сто этих препаратов. Даже там большой сейф, и в нем аптеку открыть. Где будет специальный чуть ли не участковый сидеть и все контролировать, да, например. Тогда проще, наверное, было бы. И не навязывать это бизнесу. Либо отрядить ту аптеку, которая занимается подобным бизнесом, соответствующего квалифицированного специалиста, оснастить сейфом, оборудованием, всем этим учетным. Он все проверял, демонстрировал. Да, на месте, да. Ну что ж, посмотрим, как это будет выглядеть, будем следить за этими новостями. Ну, а дальше мы переходим к очень разнообразному. Сегодня поездка мы еще не говорили о животных. Давайте же. Депутат Бурматов, депутат Государственной Думы, который известен своими высказываниями по поводу бездомных животных, сообщил о том, что в федеральном законе ничего не сказано про открытие сафари на бездомных животных. Так депутат отреагировал на решение некоторых регионов об усыплении бездомных, больных и опасных собак. В частности, подобные приняли депутаты Хурала Бурятии. Еще летом нынешнего года федеральным законом регионы наделили право он самим решать судьбу безнадзорных животных. И в Бурятии, где за последние годы собаки загрызли насмерть четверых человек, приняли достаточно жесткие меры. О чем говорит господин Бурматов, когда он говорит про сафари на бездомных животных? Он говорит о том, что в федеральном законе нет термина эвтаназия, усыпление, гуманное убийство, когда речь идет о контроле численности безнадзорных животных. Соответственно, регионы имеют очень широкие права и могут вводить регистрацию животных, заниматься стерилизацией, проводить мониторинг популяции, запрещать самовыгул, штрафовать за него. На федеральном законе ничего не сказано про то, как и в каком формате должна идти вот эта процедура усыпления бездомных и опасных животных. При том, что если мы касаемся диких животных, например, где-то волки расплодились, то я точно знаю, что охотнадзор проводит так называемые биотехнические мероприятия по регулированию численности. А проще говоря, вот они решают, что надо 10 бурых медведей, которые часто выходят к поселкам, выйти и отстрелить. К сожалению, так, да. А в чем проблема? Ну, привести, значит, надо в порядок и эту часть законодательства. Да, просто все, что касается у нас животных, оно как-то очень долго, муторно и резонансно происходит. Ну и также у нас в Перми законодатели бахнули в очередной раз с идеей об ограничении численности животных, которых можно содержать в отдельно взятой квартире. Тут Бурматов тоже со свойственной ему иронией сказал, кто собак и кошек будет считать. У нас жилище по Конституции неприкосновенно. Я, например, себе в квартиру не пущу никого и никогда. Ну и второй вопрос к инициаторам этой идеи. Что делать с теми, у кого по нормам окажется больше животных? Люди выкидывать, ну, начнут, если закон вступит в силу, действительно, да, те, кто будет бояться, что к ним придут и пересчитают по головам кошек или собак. Соответственно, вся эта живность окажется на улице. Посмотрим, кстати, надо будет заглянуть в новости Пермского края, посмотреть, будет ли принята эта инициатива и действительно, каким будет механизм работы на практике, а не в теории. Когда, кстати, на федеральном уровне подобные законопроекты обсуждались, в том числе по эвтаназии животных, мы с Бипортом обращались за комментариями к депутатам областной думы спросить, что они думают по этому поводу. Не помню уже, с кем общались, но нас заверили, что действующих в Мурманской области законов, их достаточно для того, чтобы эффективно, уж не могу судить, насколько эффективно, эффективно контролировать численность животных бездомных у нас в регионе. Ну вот легко проверить. Я давно просто не гулял по жилстрою. После эфира пойдем? Ну, как вариант. Или, может быть, кто-то из наших слушателей может нам позвонить, 45-09-45, и рассказать, как вы вообще сталкиваетесь с бездомными собаками в городе? Насколько эффективны эти меры у нас действительно? Потому что очевидно, что отстрелить, ну уж извините, за цинизм, сильно дешевле, чем стерилизовать, отлавливать и потом выпускать и так далее, и так далее. Да, только у нас эти собаки все прибывают и прибывают. А мне интересен другой момент. Собаки-мигранты? Хозяева нехорошие люди. Мне интересен еще один момент. Вот у нас очень часто всплывают также в новостях в разных регионах истории про людей, которые в силу психологического состояния возрастного начинают тащить в дом всякий хлам. Забивают квартиры этим мусором, все это там гниет, течет к соседям, стоит вонь, тараканы, крысы, мыши. И всегда случаются комментарии от муниципальных властей, от региональных властей, от правоохранительных органов о том, что это же частная квартира, мы ничего не можем сделать. И, как правило, там либо соседи уже, доходя до из какого-то иступления, вламываются в эту квартиру, нанимают, скидываются грузовик, куда они собирают весь этот мусор. Последний раз я читала, что тоже сделали там клининговую, вызвали клининговую фирму, которая сделала уборку. Которая отказалась, да, брать заказ. Нет, которая взяла заказ за бешеные деньги, но просто там бабуся, которая все это скирдовала годами, она насобирает это все туда же. Ну, та же история и с бабусями, у которых 25 кошек, и за ними нет нормального ухода. И вот мне интересно, то есть вот действительно на практике, вот когда такие идеи возникают, всегда хочется спросить, на практике вы как это видите? Вот вы представьте себя на... Ну, максимум, что я могу представить, что придет участковый и проведет беседу. Потому что, опять же, статьи, ну, обыск не проведешь, да, как он, он даже зайти не имеет права, если его не позвали. Да, там воняет, да, еще что-то. Но какая статья, это нарушение покоя и прочего, то есть шуметь нельзя, понятно, да, то есть там четкие временные рамки и все прочее. Да, она тихонечко, кошечки тихонечко гадят, и все это тихонечко очень сильно пахнет. Я не знаю, ну, вот тут это вечный такой спор, и пока что я не вижу, как из этого. Сознательность граждан, пока это не изменится, сколько законов ты не принимай, работать это не будет. Макс, ну, надо показать людям какие-то примеры. Ну, что, так негоже, у нас как люди, ну, не понимают же просто... Показательно оштрафовать бабушку с сорока кошками на сколько? Ну, условно... Сколько будет достаточно? Ну, не знаю, либо, может быть, есть какой-то, примут какую-то меру, что изъять кошек у нее там. И куда? Еще что-то. Да, дальше их куда? И забрать их тем депутатам, которые придумали этот закон. Слушайте, нет, ну... Пусть они их разберут и все по квартирам. Ну, я не Дима Качалов, я так быстро депутатские инициативы не рожаю в этом эфире, но я к тому, что... Ну, вы же согласитесь, что дырка в законах есть. И что с этим делать, ну, непонятно. Мы тут тоже сходу это не придумаем в эфире. Но как-то надо решать. Я согласен. Я согласен, потому что, ну, таких примеров масса. Да. Ну, между тем, у нас проведен очень интересный соцопрос на тему, чего вам не достают дома. Вот чего вам не хватает в своей квартире? Мне в квартире не хватает площади. Квадратных метров только хотел сказать. Большого балкона мне не хватает, комнаты с бильярдом, маленького бассейна, оранжереи, хорошего кинотеатра и... Ну, смотри, а говоришь, не умеешь, как Качалов генерировать. Ну, что значит, чего мне не хватает. Бредогенератор запущен. Подавляющему большинству россиян 44% для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места. То есть не хватает еще чего-то, чтобы еще дома поработать. Слушай, я вот в этом смысле себе, вот когда пандемия жахнула, я себе купил хороший стол, хорошее кресло, за которыми прям приятно работать на удаленке. Ага. Специалисты выяснили, что более половины снимающих дом или квартиру респондентов 70% недовольны условиями проживания. В собственном доме или квартире на отсутствие комфорта пожаловались 28%. Помимо мебели для домашнего офиса, значительной доли россиян не хватает дома кондиционера. На это указали 39% опрошенных. 25% не хватает систем хранения вещей или полного комплекта бытовой техники. Интересно, о чем тут речь? На посудомойке. Еще 13% опрошенных важны дополнительные источники света. 10% текстиль, 8% декор для дома. По данным аналитиков, 54% россиян более года не могут обзавестись всем необходимым для комфорта. Еще 33% отвлекаются на спонтанные покупки. Из-за этого денег на необходимые товары им не хватает. Так о чем речь у меня? Вопрос к участникам опроса. Если вам чего-то не хватает, что вам мешает это как-то приобрести? Ну вот видишь, либо денег лет, либо о суши. Вот ближе к этому, мне кажется. Какой диван? Лучше пойдем пожрем. У меня есть 25 кофточек. Я покупаю 26-ю. Да, да. Но вот спать буду на продавленном матрасе, а работать на тумбочке старой. Ну да, у меня вот история с текстилем и декором, декор это какая-то бесконечная тоже история, если от нее не избавляться. У меня в свое время была смешная история, связанная с декором и антистрессом. Все же помнят времена, когда на Новый год была вот эта дурацкая традиция дарить какие-то символы года фарфоровые, вот эти вот безделухи всякие. Как будто на кого-то делаешь. А, ну видно, просто у меня все знают, что не надо. Просто мы шагнули вперед. Да, и мне не дарят. В общем, раньше дарили вот эти вот все истории, и я не люблю их. И вот это вот расставлять их я не вижу смысла. Пылесборники. Да, и они у меня все хранились в пакете, и время от времени, когда я доходила до определенного душевного состояния, я брала деревянную разделочную доску, молоток, клала вот эту фигурку в пакетик, чтобы не летело все вокруг, и молотком хреначила по ней, превращая ее в пыль. Пар выпускался потрясающе. С кем мы работаем? Состояние моментально приходило в норму. Вопросы. Может, гадалки, Саш, я не знаю. Нет, когда я однажды рассказала об этом друзьям, и они, видно, рассказали нашим общим друзьям, мне на следующий день рождения подарили такую резиновую прикольную кувалду на деревянной ручке, но вот эти вот безделухи дарить перестали. Всякие резиновые штуки с ручками, да, успокаивает. Кто о чем. Ну что ж, прервемся мы еще раз на рекламу, а после вернемся и расскажем вам еще кое-что интересное. Мой мобильный телефон показывает отвратительные цифры. Минус 13, ощущение минус 20 градусов на улице, в студии у нас плюс 25, а температура Земли, между тем, впервые в истории преодолела критический порог потепления. Неожиданно? Ощутили. Ощутили, да. Температура Земли ненадолго поднялась выше критического порога, преодоление которого, как предупреждали ученые, на протяжении десятилетий может иметь катастрофические или необратимые последствия для планеты или нашей экосистемы. Согласно предварительным данным, которые предоставил заместитель директора службы по изменению климата Коперник, института базирующего в Европе, средняя глобальная температура в пятницу в минувшую оказалась более чем на 2 градуса Цельсия выше до индустриального периода. Ну, что могу сказать, как человек, который с этой темой сталкивался, ну, всегда немножко истеричности и паники в этих заявлениях есть, и надо более спокойно подходить. Совершенно очевидно, что проблема есть, потепление, да, и модели совершенно разные, то есть ученые стараются как бы объять всю планету. То есть если мы здесь ничего не почувствовали, это не значит, что в целом на планете не теплеет. И там вот эти значения в полтора градуса, в два с половиной градуса, в четыре градуса, есть разные модели, и пытаются понять, что же случится с планетой. Прогнозы до 2050-го. Ну, это очень долгосрочная история в любом случае. До 2100-го года, да. В целом ничего хорошего нас не ждет объективно, то есть даже наш Росгидромет и вот все наши институты уже признают, что проблема есть, теплеет сильно, что это скажется и на тайне вечной мерзлоты, соответственно на инфраструктуре северных городов и на том, что инфекции какие-то могут там захороненные вылезти и... Размерзнуться. Да, и то, что якобы там виноградники погибнут, ну, чтобы людям было понятнее. Ну, акулы вон уже заплывают на север. Да, и насекомые идут на север, те же клещи уже, да, в Мурманской области замечены. Подступают. Нет, клещи замечены привезенные. В Кандалакше можно нарваться, если очень постараться. Да, уже, уже вот-вот. А до этого еще, ну, не так давно, лет 20 назад их еще на севере Карелии-то толком не было. А сейчас уже привет, добрый вечер. Поэтому проблема есть и, ну, очевидно. Для меня в этой новости стало таким, знаете, каким-то, ну, то есть, когда, понимаешь, да, там глобальное потепление, да, оно как-то вот надвигается, еще что-то. Но когда читаешь фразу, что 17 ноября самый теплый день за всю историю наблюдений. Для 17 ноября, я думаю, имеется в виду. Да, 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 для 17 ноября, но все равно. То есть, ты представляешь, за всю историю иметь наблюдений, а это там с какого-то там столетия. Ну, скептики тебе скажут, что это всего лишь век, и в масштабах планеты это вообще ничего, это секунда как будто бы пролетела. Бывало и жарче на нашем шарике. А до этого, да, вы и не наблюдали. Хочется ответить скептикам, что и динозавры тоже когда-то думали, что они будут жить долго и счастливо. Едва ли они думали вообще. Ну да, и в целом, главное... Мы этого не знаем. Главная опасность-то как раз таки, что вот экстремальные значения будут большие. И похолоданий, и потеплений. То есть, если раньше, условно, вот этот график колебаний, график всяких негативных метеявлений, он был такой легенькой волной, то сейчас его начинается больше колбасить вверх-вниз. И, соответственно, если где-то будет очень жарко, то где-то будет очень холодно. Если где-то будет засуха, то где-то будет там тайфун, ураган, наводнение и такие вещи. То есть, будет больше колбасить планету. По температуре в среднем мы сильно не ощутим изменений. То есть, зима останется зимой, лето — летом. Но вот эти вот экстремальные метеоявления... Подожди, но зима останется зимой. Все равно мы, когда вспоминаем, какие зимы были в нашем детстве. Или если уж еще, допустим, моя мама вспоминает иногда какую-то зиму, которая была холодной, а моя бабушка вообще рассказывала, что когда она переехала в Мурманск, была одна из зим, когда Мурманск чистили танками. Это больше психологическая история. И просто мы склонны запоминать какие-то экстремальные вещи. Да что, какие-то экстремальные... Я вспоминаю, как я в сугробе валялась около дома. Сейчас таких сугробов, в принципе, не бывает. Мы у них норы рыли и тоннели. Ну, подожди, будет через пару лет, через год. А насчет морозов. Ну вот, недавно было в новогодние праздники минус 40 вполне себе и ничего. У нас? В Верхнетуломском я был, например. Там за 40 было. Да и у нас были 30. Нет, понятно, что температура в городе, она связана с тем, что стало больше машин, больше предприятий, больше как бы всего. Кольский залив, не забываем, рядышком. Да, ну и тогда был, понятно, никуда не передвинулся. Но просто это все понятно. Но как-то вот все равно кажется, что тогда было холоднее. Тебе тревожно? Мне тревожно. Ты боишься, что в Мурманске зацветут мандарины? Слушай, точно знаю, видел все эти прогнозные карты. Уровень океана поднимается и некоторых островов, и даже маленьких государств. Подожди, ты думаешь, что мне сейчас недостаточно тревожно? Нет, я тебе скажу, и маленьких государств просто не будет. Их смоет с лица земли. Но Мурманск сюда не относится. Нас не затопит. Вы прослушали долгосрочный прогноз от Дмитрия Арябова. На крайняк выделю тебе на скальный 7, где я живу, на самом верху выделю тебе уголок. На балконе? До туда вода точно не дойдет. Хорошо, договорились. Ну, а теперь давайте все-таки про мандарины. Не зря они всплыли в нашем сегодняшнем разговоре. Любите ли вы мандарины, так как люблю их, например, я? Я, знаешь, люблю мандарины, когда мне их кто-то чистит. Вот это да. А что их чистить? Они же такие плюшные. Смотря какие. Есть и марокканские, которые просто вываливаются от тебя. Это, конечно, хорошо. Я поняла, что ты тоже любишь, да? От которых еще зубами надо отгрызать, извините. Сегодня, пробегая в одном из магазинов, но я согласна, это не... Ну, то есть это такой достаточно дорогой магазин, и в нем все дорого. Но я нашла в нем мини-мандарины за 354 рубля килограмм, и макси-мандарины, в смысле обычные, за 327 рублей килограмм мандарины. И они были на оранжевом мандариновом ценнике, то есть типа со скидочкой. Ну, я неудивлен. Посмотри, сколько помидоров стоит. Нет, просто помидоры сейчас уже не актуально. Я их наелась за лето и не очень хочу, а мандариновый сезон только начинается. И вот, ну, не знаю, как вы, я килограмм, например, съесть могу в любом варианте, и как бы они не чистились, если они вкусные. Сверху с упростином надо еще заесть. У меня не обсыпает. А вот диетолог госпожа Разаренова назвала оптимальную дневную порцию мандаринов. Сколько? На носу новогодний сезон, поэтому как бы понятно, что... То есть еще и дневная. СМИ соревнуются, да, сколько в день мандаринок, чтобы точно, значит, чтобы вы понимали, это не какая-то шарлатанка, не магичка, не колдунья, это диетолог, гастроэнтеролог, терапевт. Александра Разаренова, она сказала, что дневная порция мандаринов не более двух-трех штук в день. А минимальная? Ну, я могу разочаровать эту мадам, но кто будет слушать 3 января ее рекомендации? Ну, вы серьезно? Два-три мандаринчика за весь день? Да. Когда куда не придешь, какие гости, все в этих мандаринах. Так это еще начинается сели заранее. Сели смотреть любые эти сериалы, там эти мандарины, новогодние праздники, везде эти мандарины. Да ну. Дим, приходи ко мне, у меня не будет мандарина. Зато у нас на Большом Радио, кстати... Я-то не переживаю, ты знаешь, я вот, ну, конечно, она не шарлатанка там, да, не жулик, диетолог профессиональный. Я понимаю, может быть, есть наверняка тому медицинские причины и обоснования, но шансов, что их будут выполнять, ну, какие, ну, вы серьезно? Да, у нас, кстати, на Большом Радио практикуются мандариновые россыпи, когда сезон наступает, такая кучка появляется на столе в редакции, и каждый может витаминизироваться. Ну, все, скоро ждите. Надо будет повесить табличку не больше двух-трех в одни руки. Вот, начинается. И все будут потом подпольно, втихаря где-то есть за углом. По цене Х3. Ну, а теперь давайте вернем от кислого к сладкому. Наполеон и Медовик перешагнут отметку в тысячу рублей из-за цен ингредиентов. Согласно мнению опрошенных экспертов, повышение цен на тортики связано с ростом затрат на основные ингредиенты. Молоко, сливочное масло, сливки высокой жирности. Цена на данные продукты выросла в среднем на 10-15%. Логистика товаров и ингредиентов тоже подорожала, что влияет на конечную стоимость. И, по мнению экспертов, средняя стоимость популярных тортов, таких, например, как Медовик и Наполеон, теперь составляет не 700 рублей, а целую тысячу. По мнению экспертов, этот тренд может продолжаться и в дальнейшем. Вот это аналитика. Хочется сказать, остановитесь. Какие тортики? Обычных-то продуктов не купите. За 500-600 граммов вкусного торта вскоре мы действительно будем отдавать больше тысячи рублей. Я, кстати... Подожди, так это за 500-600 граммов, даже не за килограмм тортика? Ну, тортики вообще очень подорожали. Если ты вот не определял, не следил... Честно, нет. Тортичный мониторинг ты не вел, а я вот вчера зашла в магазин, чтобы купить тортик по пути в гости, и тортики начинают огрызаться, показывают зубы тортики. И Наполеон, действительно, вот я посмотрела, Наполеон, который очень вкусный, в одной из наших мурманских кондитерских, он килограммовый, но он к полутора тысячам. Цены растут и заботятся о твоем здоровье. Ну да. Я считаю, что раз в пятилетку съесть тортик, и, кстати, опять же... А чаще и не получится теперь. Так, а вообще, вот была хоть одна новость за последние, я не знаю, сколько времени, за всю историю существования трех квадратов, когда что-то подешевело. И когда аналитики не проделали серьезную аналитическую работу и не сказали, будет дорожать еще больше. Но я могу тебе еженедельную сводку, там, значит, цен на овощи, на этот предел, знаешь, одного процента. Ой, ну вот этого, да, лук на 0,2 процента подешевел. Ну да. В общем-то, на больше рассчитывать не приходится в наших реалиях. Ну, к сожалению, да, есть выход. Нужно начать печь самим. Так, а тут вопрос. Именно в ингредиентах, да? То есть, по сути, все ингредиенты дорожают и итоговый продукт дорожает. Ну, да, логистику можно исключить. Плюс все равно же, как бы, кондитеры берут наценку за свою работу справедливо. И, опять же, мы же все понимаем, что сейчас достаточно много появилось кондитеров, которые на дому выполняют заказы, делают эти милые бента-тортики с любыми надписями. Там какие-то тортики декорированные очень интересно каким-то праздникам. И также они делают всякие там пироженки, капкейки, макаруны или там мини-тортики на, грубо говоря, повседневные, если вдруг вам приспичило. Но их становится больше, но цена при этом не падает. А вот эти вот шоколадьи... Чем вкуснее тортики, тем дороже услуги шоколадьи. Да, ребята, которые делают именно шоколадные конфеты и шоколадки, так они вообще там воют, потому что хороший шоколад, но, к сожалению, он не российский. В том смысле, что вот они говорят, ну, сколько перепробовали, вот у меня знакомые, да, пытались найти аналоги, замены и так далее, но лучше бельгийского сырья не найти. Ну, так это, мне кажется, вообще во всех сферах все, что штучного производства, оно всегда будет дороже, чем то, что производится у тебя там, да, на массовые марки. Да, но сейчас из-за этих всех санкций оно вообще у них там все сильно махануло. То есть тоже грустят ребята. Да, и вот я начала говорить, почему-то не договорила, видно, опять посмотрела на цену тортика. Ты говоришь про то, что полезнее. Сейчас же очень многие кондитеры и шоколадье делают торты, допустим, не с масляным кремом, который вообще теперь фу, моветон, а с каким-нибудь там творожным, низкокалорийным, сырным, каким-нибудь там. То есть тортики бывают ппшные. Или конфеты делают, когда перетирают там, да, сухофрукты с какао, то есть вообще без добавления сахара и какой-либо там глазури шоколадной. И вот без добавления сахара, но тоже очень дорого. До бумажной колбасы тогда идем. Ну, ощущения не те, я согласен с тобой. Вот именно, вот именно. Ощущения вообще не те. И тут, ну, я готов лучше маленький кусочек торта съесть настоящего, правильного, со всеми ингредиентами. С масляными розочками? Не, ну, масляные розочки нет, но когда там, знаешь, и сахара нормальное количество, и все по рецепту, а не вот эти вот какие-то замены, суррогаты и прочее. Кстати, масляные розочки с детства не люблю. Особенно ужасно было, когда в гости приходишь, и тебе как бы со всего торта сгребают в твою тарелку, потому что ты единственный ребенок в гостях. Которых я оставлю. Не найти практически, я страдаю очень сильно из-за этого. Ну, это вот, знаешь, это вот такая вещь и серия, которая вот с детства с тобой. Что, подарить тебе пачку сливочного масла и кондитерский мешок, что ли, чтобы ты там как-то научился это все красиво выкладывать? Нет, ты сделай розочку уже, че уж ты. К Новому году елочку, масляную елочку. Макс, будешь елочку? Покрасить ее можно зеленкой, чтобы сильно недорого. Давайте от одного Наполеона перейдем к другому. Так, к тому самому. К абсолютно диетическому. Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордные почти 2 миллиона евро. Шляпа двууголка, которую носил император Наполеона, первый бонапар. Да, была продана самая знаменитая. На аукционе во Франции она была частью коллекции французского промышленника Жан-Луи Нуазье. Первоначальная цена лота составляла 600-800 тысяч евро, а покупатель заплатил за лот 1 миллион 930 тысяч евро. По словам организаторов, это рекордная сумма для шляпы Наполеона Первого. Имя покупателя, конечно, не раскрывается. Представитель аукционного дома зато рассказал, что черная фетровая шляпа была торговой маркой Наполеона. За всю его жизнь у него было 120 таких шляп. И что примечательно, Наполеон всегда носил эту шляпу так, чтобы углы были на одной линии с плечами. Ну вот как-то изобразим, да, вот это вот. А оказывается, в то время большинство аукционеров, да и в принципе все другие люди носили эти шляпы наоборот, перкандикулярно. И только Наполеон носил ее вот так. Ну фрик, короче, какой-то был. Двухмерный получался совсем, да, человек. Ну просто я, когда прочитала про то, что ее вообще не так носили, изумилось страшно, потому что он же на всех портретах, и вот это вот Наполеон. Ну да, как будто бы все так и думают, что носили. Но мне вот интересно, два века прошло, как там что-то сохранилось? Это же ткань, она же рассыпается, она же портится по совершенно естественным причинам. Ну смотри, во-первых, не указано носил ли он вообще эту шляпу. То есть у нее было 120. Ну хорошо, она была даже нулевая. Она была у него в коллекте. Новая, да, лежала там где-то в пакетике запакованной. В пакетике, в полиэтиленовом. Да, то есть в шляпной коробке. Понятно, что там потом, может быть, она передавалась у этого промышленника из поколения в поколение, и все к ней очень бережно относились. Ну а фетр, кстати, это не такая уж и недолговечная история. Не зря из него делали шляпы. Он очень износопрочный. Ну мне кажется, вот он купил, и опять же у него будет лежать в коробке. Это слабость. Если уж ты такой, что 2 миллиона за шляпу готов отдать, так надень ее. Выйди вот так вот по улице, прогуляйся. Могу себе позволить. Могу себе позволить. Пару селфи сделай, сторис какие-то, запиши видео, да. Вот это будет круто. И она, что примечательно, даже не подешевеет, как многие другие коллекционные вещи, которые ты распаковал, и он сразу у тебя там до минус 50% в цене. И можно и поперек, и вдоль ее надеть, и показать вообще. Вот это круто. Ну потому что вот эти коллекционеры, знаешь, где-то у них там по подвалам хранится, в сейфах запрятано. Вот это, кстати, самое обидное. Мы даже и не видим, да. Особенно, когда это касается, ну бог с ней, со шляпой Наполеона, а когда это касается каких-нибудь картин, которые мировые шедевры классика. В частном собрании. Это, значит, изъято из возможности посмотреть у простых смертных. Саш, какую шляпу надевать нам завтра? Скажи, пожалуйста. Пока да. Что там по погоде, шляпа или не шляпа? По погоде шляпа полная, что называется, утепляйтесь как следует, потому что 21 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Существенных осадков не ожидается. Какие осадки, если температура воздуха при прояснениях опустится до минус 28 градусов? Ужас. В Мурманске? В Мурманске. Области, в Мурманской области. Днем будет минус 15, местами минус 22. Днем будет тоже в области. Это, скорее всего, в Лавазирском районе, в Верхнетуламском. В Верхнетуламске. Да, то есть в всех этих полюсах нашей области холода. Но не забывайте, что, учитывая влажность, эти минус 15 у нас ощущаются как минус 20. 22-23 ноября погода у Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии. Как мы с вами понимаем, ничего хорошего это нам не несет. Да, слово депрессия объясняет. Да. В Мурманской области ожидается местами небольшой снег. На западе области добавится к холоду порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха будет минус 12, минус 17. При прояснениях минус 25 градусов. Днем минус 15. Поэтому вопрос с шляпами решен. Шляпа должна закрывать уши, не забывайте, пожалуйста, об этом. Снизу мордочку должен закрывать шарф. Теплые носочки, теплые варежки и перчатки. Время кальсонов пришло. Доставайте подштанники и надевайте их на себя. Мы же будем согревать вас нашим вниманием и хорошими новостями, потому что 3 в квадрате, конечно же, вернутся к вам завтра. Каким составом, вы узнаете буквально за пару минут до эфира. Именно так. Всего доброго. Всем хорошего вечера. Пока.